Наш с вами семинар. Как вы видите из нашей презентации, тема сегодняшнего семинара звучит «Зачем компании нужен бизнес-аналитик?» Этот вопрос зачастую себе задают руководители как высшего, так и среднего звена. И на своей практике сталкивалась ситуация, когда руководитель считает, ну что там анализировать. На результат это не влияет, и зачастую затраты на содержание аналитической службы считаются руководителем как пустые. На самом деле это не совсем так. Давайте разберемся, почему, что входит в понятие бизнес-анализа и почему бизнес-аналитик нужен каждой современной компании. Для начала давайте я представлю. Зовут меня Казакова Светлана Васильевна, и я являюсь преподавателем центра специалист, сертифицированный бизнес-тренер, бизнес-консультант, коуч, действующий бизнес-консультант. В настоящее время являюсь управляющим партнером со владельцем консалтингового бизнеса в сфере моих интересов не только бизнес-консультирования, но и автоматизация бизнес-процессов, в частности управления продажами СРМ-системы, автоматизация управленческого учета, бюджетирования и так далее. Итак, давайте зададим вопрос. Прежде чем мы с вами перейдем к обсуждению, а зачем компании нужен бизнес-аналитик, давайте введем вообще определение, что такое бизнес-аналитик и кто такой бизнес-аналитик. Вопрос на самом деле не праздный. Даже в центре специалист, обсуждая с руководством недавно нашу линейку курсов, мы задались этим вопросом. Давайте я сейчас вам покажу. Вот на нашем сайте можно увидеть вот такой путеводитель. Это путеводитель по курсам бизнес-аналитика с сайта www.specialist.ru. Так вот, посмотрите, делая анализ данного путеводителя, мы пришли к выводу, что фактически 100% курсов, смотрите, пожалуйста, на список, являются программными, то есть обучают аналитика анализировать данные при помощи той или иной программы. Так как я веду тоже некоторые из этих курсов, то столкнулась с тем, что слушатели, придя на курсы, да, мы их обучаем работать в программе, а они не понимают, а как интерпретировать данные. Ну, предположим, рассчитали мы коэффициент, там, индекс сезонности, а что дальше с ним делать? Ведь самое главное понимать, а что входит в данный коэффициент, когда он хороший, когда он плохой, как его интерпретировать. Ведь бизнес-аналитик – это не тот, кто анализирует и считает, это в том числе тот, кто дает далее заключение, разрабатывает решение, а что со всем этим делать. Поэтому давайте сейчас посмотрим определение, которое специально нашла для нашего с вами семинара, чтобы была понятна предметная область, а что мы будем с вами обсуждать. Итак, посмотрите, Википедия дает следующее определение бизнес-анализу. Бизнес-анализ – это деятельность, которая делает возможным проведение изменений, это термин в организации, приносящих пользу заинтересованным сторонам путем выявления потребностей и обоснования решений, описывающих возможные пути реализации изменений. То есть, посмотрите, раз бизнес-анализ – это вот деятельность, которая перечисляется у нас на экране, то, соответственно, бизнес-аналитик – это тот, кто этой деятельностью занимается. То есть сначала бизнес-аналитик выявляет путем переговоров с заинтересованными сторонами какую пользу они хотят, в чем они, собственно говоря, заинтересованы, что они хотят в компании изменить, какие данные они хотят получить, на какой вопрос они хотят получить ответ. Затем выявляются потребности и обосновываются решения. То есть был проведен анализ, и теперь разрабатываются решения. То есть это не просто бизнес-анализ, расчет неких коэффициентов. Нет, ни в коем случае. Это дальнейшая разработка решения. А что с этим делать? Это написание заключения. А вот наш показатель, он хороший или плохой? Как он поменялся? О чем это говорит? И что сделать с тем, чтобы он стал лучше? Это определение Википедии. Если говорить об определении более, скажем так, титулованного источника, в частности для нашего курса, нашла определение, которое дает, посмотрите, Международный институт как раз-таки бизнес-анализа. Это международная организация, которая имеет право выдавать как раз-таки сертификаты международные бизнес-аналитикам. Так вот, посмотрите, дает определение бизнес-анализ. Бизнес-аналитик – это набор задач и техник, используемых как связующее звено между участниками и опять, посмотрите, заинтересованными лицами. Для чего? Для понимания структуры, правил операций в рамках организации. Так и для рекомендации решений. Снова у нас с вами появляются решения, позволяющие данной организации достичь ее целей. То есть бизнес-аналитик – это тот, кто, опять же, выявил заинтересованные стороны, выявил их потребность, от чего они хотят, ответы на какие вопросы они ищут, проанализировал, достал информацию, обработал и выдал в виде решения, которое необходимо, безусловно, обосновать. Так вот, посмотрите, пожалуйста, если мы с вами сейчас принимаем такое определение бизнес-анализа, то тогда у нас с вами бизнес-аналитик – это тот, кто занимается вышеуказанной деятельностью. Но, опять же, если говорить об определениях, вот как раз таки в спецификациях, посвященных бизнес-процессам, бизнес-аналитик определяется следующим образом. Специалист, который анализирует потребности и проблемы бизнеса, консультируется с пользователями и заинтересованными лицами для нахождения возможностей улучшить отдачу от бизнеса, ну, так как это описание бизнес-процессов, именно менеджмент, с помощью IT, а также задает и управляет, отслеживает указанные требования в бизнес-процессах. Так как это у нас спецификация, именно посвященная бизнес-процессам, то посмотрите, здесь появилась формулировка IT. Так вот, к сожалению, в последнее время, так как само термин бизнес-анализа изначально появилось именно в области IT, то это уже такое устойчивое понятие, что бизнес-аналитик – это, собственно говоря, программист, который, либо, опять же, аналитик-инженер, который компьютерщик, условно, который занимается обработкой данных. Это не совсем так. На самом деле, в настоящее время, мы с вами бизнес-аналитиков можем разделить на два вида. Обычный бизнес-аналитик – это вот как раз-таки у нас для бизнес-анализа все определения собраны у Говарда. Это обычный бизнес-аналитик – это тот, кто работает в контексте бизнеса в целом. Это тот специалист, который участвует в совершенствовании процессов в организации. Процессы у нас самые разные. Это и кадровая политика, и политика продаж, и маркетинговая политика, и производственная политика, складская политика компаний и так далее. И непосредственно бизнес-аналитик в IT. То есть это родоначальник деятельности, откуда, собственно говоря, у нас и пошел термин IT. Тот, чья работа происходит в рамках отдельных IT-проектов. Поэтому, когда мы говорим о потребности сегодняшнего рынка, то рынок имеет достаточно высокую насыщенность, не могу сказать, что полную, именно в плане бизнес-аналитиков в IT. То есть есть специалисты, которые умеют создавать базы данных, анализировать базы данных, создавать формы, анализы, ну и так далее. Как вы видели, ну вот если мы посмотрим на путеводитель центра специалист, посмотрите, какое огромное количество инструментов существует для анализа. Но все вот эти инструменты, они нужны именно для бизнес-аналитиков в IT. Но ведь есть кто-то, кто нашему бизнес-аналитику в IT скажет, а что проанализировать, какие данные взять, как сделать вывод на основе уже обработанных данных. Вот именно об этом бизнес-аналитике мы сегодня с вами и поведем речь. И для того, чтобы наш с вами разговор был наиболее предметен, я себе позволю привести несколько примеров. Но в частности, как бизнес-консультант, так или иначе, сталкиваюсь с, собственно говоря, самый частый вопрос, который задают собственники бизнеса, генеральные директора, директора. Каждый собственник мечтает сделать так, чтобы бизнес его при тех же затратах приносил больше прибыли. Или же мы могли получить эту же прибыль, но с меньшими затратами, то есть по факту меньше работы. Ставит вопрос, а может ли в этом помочь бизнес-аналитик? Если может, то как? Для этого мы с вами сейчас рассмотрим один пример. Я сейчас открою задачку, которую мы с вами посмотрим. Так, одну минутку. В файле Excel это я сейчас ее чуть позже покажу. Итак, давайте проиллюстрируем ту мысль, которую я хочу... Итак, у нас есть вопрос, как повысить прибыль при том же объеме инвестиций. То есть затраты остаются те же, мы хотим заработать больше. Ну, либо, как вариант этого же вопроса, зарабатывать столько же, но работая меньше. Фактически, ну, на моей практике все 100% предприятий задают, ну, я имею в виду руководство, себе такие вопросы. Коллеги, у кого-то, у тех, кто в режиме вебинара, у кого-то из вас включен микрофон, и мы слышим щелканье вашей клавиатуры. Пожалуйста, отключите микрофон. Итак, давайте посмотрим, какие параметры нам помогут аналитику ответить на эти вопросы. Ну, в первую очередь, нужно проанализировать финансовый показатель. Это первое, с чего в данной ситуации нужно начать. Какие показатели можно рассчитать? Например, точку безубыточности. Как это делается? Ну, давайте посмотрим, у меня есть пример, пример не праздный. Пример, который я сейчас вам покажу, это мы решали задачу со слушателями на курсе основы управленческого учета бюджетирования. И посмотрите, какая у нас есть, какие есть исходные данные. Мы составляли бюджет некого предприятия. И вот у нас есть данные, что предприятие там за анализируемый период, ну, тут мы берем 13 месяцев, так как стартап получает прибыль 41 миллион 300 тысяч рублей, это выручку. Из этого 41 миллион 300 получает чистую прибыль 13 миллионов. На первый взгляд, если мы сейчас рассчитаем рентабельность, то достаточно приличная рентабельность будет, я сейчас прибыль разделю на выручку, и вот получу в нашем контексте 32%. Любой собственный директор скажет, здорово, классно. Ну, я имею в виду, если отраслевые значения приличные, мы с вами знаем, да, что если говорить добывающая отрасль, тяжелая там в нашей стране, то там рентабельность 3-4% это очень прилично. А если мы говорим о продуктовом ритейле, то рентабельность менее 30% это мало, да. Ну, в данном случае 32%, то есть это здесь изготовление сувенирной рекламной продукции для данного бизнеса, это нормальная рентабельность. Вот теперь давайте посмотрим, имея вот такой бизнес, имея данные, что бизнес рентабелен, какой вывод делает наш потенциальный заказчик? Бизнес, да, все, у меня все хорошо, и, соответственно, нужно продолжать так же. Так как имеются у предприятия свободные денежные средства, то если речь идет о росте бизнеса, то бизнес нужно масштабировать по факту, ну, по образу и подобию. То есть создавать аналогичные, ну, да, маленькие предприятия, открывать филиалы, поскольку имеется высокая рентабельность. Но так ли это на самом деле? Отвечая на вопрос, вот здесь может помочь руководитель только аналитик, потому что руководители, наши заказчики, они зачастую выходят из разных отраслей. Очень много руководителей предприятий, которые вышли из производства, производственники. Да, они в производственных предприятиях чаще всего бывают. Они досконально знают, как работает, устроен производственный процесс на предприятии, как работает оборудование, технологии. Они успешно это внедряют. Достаточно большой процент руководителей вышли из продаж, либо из маркетинга, да, потому что они, особенно это касается торговых предприятий, потому что они имеют видение рынка, там, сегментов рыночного спроса, понимают, где, когда, что нужно продавать, как менять ассортимент и так далее. Есть руководители, которые вышли из финансового блока, да, которые умеют, собственно говоря, рассчитывать эту самую прибыль и управлять финансами, не допуская убытка предприятия. Но любого из этих направлений недостаточно для принятия решений. Именно поэтому нужен бизнес-аналитик. Потому что, посмотрите, пожалуйста, вот я сейчас в презентации показала первое, что мы рассчитаем, это точка безубыточности. Для чего нам это нужно? Точка безубыточности позволит нам понять, а каков у предприятия порог рентабельности, то есть подушка безопасности. Можем ли мы рисковать, меняя свою ценовую политику, ассортиментную политику, или предприятие находится в высокой зоне риска. Ну, например, для того, чтобы рассчитать порог рентабельности, я сначала рассчитаю, собственно говоря, маржинальную рентабельность. Это формула, думаю, все аналитики знают, маржинальная прибыль разделить на выручку. И в данном случае она у нас 52%, и это позволит мне рассчитать порог рентабельности. Это и есть выручка в точке безубыточности. То есть, а какую выручку должен окупить бизнес, чтобы окупить свои затраты? То есть выйти ноль. Зачастую эту точку называют еще точкой нулевой прибыли. То есть у нас нет убытка, да, у нас нет прибыли, но у нас нет и убытка. Коллеги, формулы – это не тема нашего семинара. Я хочу показать, к каким выводам мы с вами сейчас придем. Ну, в данном случае, те, кто меня слушает, формула, вдруг кто-то не знает, это постоянные расходы разделить на маржинальную рентабельность. В нашем случае точка безубыточности предприятия. Вопросы есть, коллеги? Кто-то микрофон включал? Случайно, да? Порог рентабельности, то есть точка безубыточности данного предприятия составляет 9 миллионов 394 тысячи. То есть, посмотрите, при планируемой выручке в 41,300 для того, чтобы выйти в ноль, нам достаточно сделать 9,394. То есть, запас финансовой прочности, превышение выручки над нашим порогом рентабельности – это и есть та самая подушка безопасности – 31,900. То есть, отклонения, которые мы себе можем позволить, ну, например, утверждаем мы сейчас бюджет у генерального директора. Вы знаете, сколько присутствует при утверждении бюджета любой генеральный директор. Директор всегда, знаете, да, красиво. Тут 52% маржинальной рентабельности, 32% по чистой прибыли – здорово. Но любой директор, конечно же, спросит у коммерческого директора. Ведь все эти цифры строятся на предположении, что мы продадим, получим такую выручку. И, конечно же, любой генеральный директор спросит, а каковы гарантии, что мы эту выручку получим? Нарисовать-то можно что угодно, да, красиво. И, конечно же, любой коммерческий директор, я не встречала ни одного, который сказал, гарантия 100%. Конечно же, по-разному, да, отвечают. Мы можем услышать ответ, ну, вот 38 из них там гарантирую, там еще 3300 будем там стараться. Кто-то скажет, вот 80% гарантирую, 20% будем стараться. Наш генеральный директор в этот момент хватается за сердце. Ой, по миру пойдем, разоримся. А вот здесь мы, как аналитики, сразу можем четко сказать, не пойдем по миру. До тех пор, пока отклонение, то есть цифра под вопросом из этих 41 300 меньше цифр 31905, это в нашем случае запас финансовой прочности, это, говорю, подушка безопасности, которая позволяет нам заработать, прибыль у нас будет. То есть пока наш коммерческий директор сомневается в миллионе, в двух, в десяти, в двадцати, да даже в тридцати, прибыль у нас будет. Да, она будет меньше запланированной, но она у нас будет. Если же речь идет о процентах, то запас финансовой прочности мы можем рассчитать и в процентах. В данном случае мы видим, что 77% от выручки – это наша подушка безопасности. То есть нам достаточно выполнить план на 23%, чтобы выйти в ноль. Оставшиеся 77% нашего объема продаж – это то, что приносит нам прибыль. Вот такой бизнес даже и при привлечении партнера, и вот как раз-таки для реализации мероприятий считается низкорисковым. Ну, нормальные риски – это здесь 20%. Более 20% запас финансовой прочности – это низкие риски, здесь 77%. То есть даже если мы некую долю рынка потеряем, предприятие это переживет. Поэтому посмотрите, в данном случае, рассчитав точку безубыточности, порог рентабельности, мы понимаем, что мы можем сейчас поиграть с ассортиментом, с клиентами. Все зависит от того, что мы далее выявим. А вот следующий вопрос, ведь наша задача – разобраться, как повысить прибыли при том же объеме инвестиций, то есть при тех же затратах, сумме денег, выделенных на бизнес. Мы можем рассчитать, порог рентабельности рассчитали. Посмотрите, прибыльность отдельных видов продукции. Самое частое заблуждение, с которым я сталкиваюсь в своей практике, считается, что если вот у меня рентабельность предприятия, но в данном случае по маржинальной прибыли 52%, это значит, вся продукция нам эти 52% приносит. Коллеги, это не так. Зачастую начинаем анализировать внутри направлений, видов деятельности, там, работа с разными поставщиками. Выявляется, что есть более высокорентабельные, там, услуги, товары, в зависимости от работы, в зависимости от того, чем занимается ваше предприятие, есть менее рентабельные. Так вот, посмотрите, вот в этой задаче, проанализировав с коллегами деятельность предприятия и придя к выводу, что бизнес имеет низкие риски, сюда можно и нужно вкладывать деньги, имеет высокую рентабельность, то есть мы получим, окупим свои инвестиции, поставки намного больше, чем предлагает тот же Цинкробанк, нам выгоднее в этот бизнес вложить деньги, чем размещать банки на депозите. Но как только мы пришли, стали делать тот же самый анализ, рассчитывать маржинальную рентабельность по видам продукции, а это предприятие, сейчас покажу вам план продаж, занималось продажей, посмотрите, пожалуйста, тут сувенирная продукция, футболки, кружки, магниты, кепки, они, ну что делали, данное предприятие берет футболку, наносит логотип, встала футболка с логотипом, то есть это рекламная фирма. Так вот, посмотрите, как только мы стали выполнять с коллегами эти же сам расчет, этих же самых показателей, то есть показатели маржинальной рентабельности по видам продукции, то пришли к выводу, давайте сейчас посмотрим, вот у меня есть себестоимость продукции, есть, соответственно, сейчас переменные на единицу продукции, рассчитаю, возьму на единицу продукции, они у нас в данном случае переменные управленческие составляют, вот тут управляющий, получая, ну, менеджер получает процент от продажи, поэтому я могу наш объем продаж, цена каждого вида продукции умножить, и у них ставка, тут 2% от выручки, у них прибыль. То есть продав каждую единицу, у нас вот тут есть еще переменные коммерческие затраты, то есть, ну, на вознаграждение специалистов по продажам, по большому счету. Так вот, посмотрите, теперь, если я посчитаю те же самые параметры по каждой позиции, то у меня выяснится, что маржинальная прибыль с единицы будет составлять наша цена продажи, минус, и вот я вычитаю переменные. Да, у нас есть маржинальная прибыль с единицы. Коллеги, примерно я на страницу группы выложу маржинальная прибыль с единицы, и вот теперь я могу рассчитать маржинальную рентабельность. И если у нас общая по организации она была 52%, то как только мы начинаем рассчитывать ее на отдельные виды продукции, то посмотрите, у нас есть календари, которые приносят нам 66% рентабельности, есть магниты, которые приносят 20% рентабельности. Так вот здесь встает вопрос, что нам это дает? А вот теперь я могу перейти к следующему виду анализ, вот даже вот этой информации мне достаточно, то есть понимая прибыльность отдельных видов продукции, а именно, что вот с каждой единицы я зарабатываю маржинальной прибыли, сколько это в процентах, я теперь могу рассчитать не финансовые показатели, а маркетинговые, ну, например, прогнозирование спроса. И если я в следующем году выясню, что планируется рост спроса на календари, то я сейчас свою программу, так как этот более высокорентабельный сегмент, должна скорректировать, потому что я при тех же затратах, производя более рентабельные виды продукции, заработаю больше. Согласитесь? То есть я мощности от календаря, от магнитов высвобожу, а направлю на календари. И при тех же затратах заработаю намного больше. Я вам сейчас это продемонстрирую, как работает. Второй момент. Помимо прогнозирования спроса, иногда это позволяет нам, увидев, что планируется увеличение спроса, или мы не полностью удовлетворяем спрос именно на высокорентабельные сегменты, то, конечно же, мы должны сместить свои усилия в сторону этого сегмента. Второй вопрос. Анализ рыночных тенденций. А какие требования предъявляют покупатели к клиентам, к продукции, вполне возможно, опять же, эти требования базируются именно в высокорентабельном сегменте. А уж если наблюдается обратная тенденция, снижается спрос на низкорентабельные, то это первые кандидаты на выбывание. Мы должны от них отказаться. Ну и, конечно же, необходимо провести анализ конкурентов. А чего у них? Ну, покупатели покупателями, конкуренты ведь тоже проводят рыночный анализ, покупательские спросы, возможно, чего и подглядим. А вот для принятия решения нам с вами потребуются клиентские показатели, чтобы наша картинка стала полной. Какие? Ну, например, сегментирование. Мы можем произвести сейчас сегментирование клиентов, то есть разделение их по группам. По каким признакам? Это самые разные. Если вы крупный производитель, работаете там во всем мире, может быть, это региональные сегменты. Если вы в России, опять же, региональные, вполне возможно, некий регион является основным покупателем. А может быть, вы можете продавать туда по цене дороже. Может быть, это сегменты по типам клиентов. Ну, предположим, у вас есть дилеры, да, есть оптовики, есть крупный опт, мелкий опт, розница. Нам нужно понять, а где мы все вот эти показатели рассчитываем теперь относительно каждого сегмента. Вполне возможно, мы узнаем не просто продажи календарей нам выгодно, а продажи календарей в розницу приносят нам больше всего денег. А потому что подавикам даем скидки. А может быть, наоборот. Наиболее выгодный сегмент это крупные заказы, то есть работа с нашими дилерами и так далее. И тогда мы можем сосредоточить свои усилия именно в выбранном направлении. В качестве клиентских показателей в данной ситуации мы можем провести анализ ценности клиентов. То есть рассчитать, а сколько приносит нам клиент. Ведь у данной компании есть у нас агентские вознаграждения, затраты на рекламу, продвижение. Мы можем рассчитать пожизненную ценность клиента, ценность клиента в течение периода. То есть сколько мы тратим на его удержание и сколько он нам приносит, предположим, за год. Ведь, скажем, если на рынке B2B, зачастую клиенты повторные покупки совершают. Я один раз его привлекла, и пока он доволен, он продолжает покупать. У меня фактически затраты на его удержание равны нулю. Моя задача работать хорошо, чтобы затрат не требуется. А вот на привлечение новых требуется. Тогда опять же это, возможно, корректировка, как получать при том же объеме инвестиций, удерживать клиента. Не каждый раз тратить огромные бюджеты на привлечение новых. Удерживать клиента намного дешевле, чем привлечь нового. Это может быть анализ каналов продаж. Мы уже говорили, сами ли мы продаем в розницу, дилеры ли это продают, какими каналами мы пользуемся. Коллеги, ну вот даже в нашем с вами примере, смотрите, увидев вот такие цифры, я сейчас закончу мысль. Вот это у нас маржинальная рентабельность. А если мы захотим рассчитать производственную, предположим, себестоимость продукции, то помимо, вот до сих пор это было переменной, то есть это затраты непосредственно на производство и продажу продукции. Но ведь есть еще содержание, общепроизводственная так называемая затрата, содержание самого цеха. И в данном случае я могу рассчитать, ну в данном случае есть у меня общепроизводственные расходы, разделю на количество произведенной продукции. И у данной компании, вот в этом бизнесе, 17 рублей на единицу продукции общепроизводственных расходов приходится. Так вот, если я теперь рассчитаю, ой, коллеги, извините, некорректно назвала, это общепроизводственные расходы на единицу продукции. И теперь я могу рассчитать производственную как раз таки себестоимость. Производственная себестоимость у меня будет даже полная себестоимость с затратами на продажу. Полная себестоимость единицы продукции у нас будет затраты на производство. В нашем контексте это переменная себестоимость, плюс общепроизводственные расходы на единицу, плюс затраты на продажу. Это у меня полная себестоимость. И вот тогда я смогу рассчитать прибыль от продаж с каждой единицы. и она у нас будет цена минус наша полная себестоимость. И посмотрите, если по маржинальной рентабельности, то есть переменные затраты мы окупали, но как только я считаю полную себестоимость, оказывается магниты не низкорентабельны, а убыточны, откровенно убыточны. Коллеги, как интерпретировать эту информацию? Смотрите, маржинальная рентабельность, маржинальная прибыль, это у нас доходы минус переменные затраты, то есть это затраты непосредственно связанные с производством данной продукции. Вот если у меня есть только вот эти цифры, что я могу однозначно сказать? Давайте представим ситуацию. Ко мне пришел крупный наш заказчик, эксклюзивный партнер и говорит, я готов у вас разместить колоссальный объем, чуть ли не годовой объем, если вы не дадите скидку 25%. Вопрос, могу ли я эту скидку дать? Ведь изначально директор, когда видит, что у нас рентабельность 52%, говорит, ну не вопрос, 25 дадим, 27 нам останется, нормально, не убудет, зато вот год работаем стабильно. Но так ли это? Это так только в том случае, если мы продаем вот футболки, кружки, календари. Но если он пришел к нам за магнитами, а у нас маржинальная рентабельность 20%, то я не могу давать, конечно, скидку 25, потому что я всего 20 зарабатываю. Поэтому вот данная информация нам нужна для того, чтобы понимать, брать, не брать новый заказ, дополнительный, какую можно максимальную давать скидку. И либо же, если я не могу отказаться от продажи магнитов, ну предположим, это та позиция, за которой приходят ко мне клиенты, вы знаете, как в магазин пришли за хлебом, окупили колбаски, масло и так далее. Так вот, если к нам приходят за магнитами и попутно покупают футболки, кружки, календари, то вот в данном случае, видя вот эту цифру 20%, я должна написать инструкцию менеджерам по продажам, фактически инструкция по нагрузке, что принимая заказ на 100 магнитов, вы должны обеспечить наличие в заказе не менее там условно 30 календарей или 60 футболок. Да, то есть, чтобы специалист по продажам понимал, если я продаю одни магниты, у меня премия будет 0. Моя задача обеспечить комплексный заказ. И наши специалисты начнут, знаете, когда речь идет о вознаграждении, мозги начинают работать. А вот если же речь идет не о принятии решения брать или не брать новый заказ, а если вопрос именно стоит как повысить прибыль в следующем периоде при том же объеме инвестиций, то нам необходимо посмотреть на последний столбец, то есть учесть все затраты. И мы с вами видим, что позиция магниты у нас откровенно убыточна. Поэтому посмотрите, я сейчас вам что покажу. Вот у меня есть баланс подготовленный для этого предприятия. как вы видите, сейчас предприятие получает прибыль 13 миллионов 161 тысячу. Посмотрите, что я сейчас сделаю. Я наши цифры скопирую и вот рядышком как значение вставлю, чтобы они у меня не обновились, а остались заморожены. То есть я продублировала для наглядности, а теперь вот имея информацию, что магниты у нас убыточны, самые высокодоходные календарь и, собственно говоря, рентабельность я имею в виду и футболки, то давайте представим, что у нас рынок гибкий, то есть я могу продавать, что захочу. То есть все зависит от активных продаж наших менеджеров. К нам клиент пришел, а далее работает менеджер по продажам, он может его уговорить на что угодно. Так вот посмотрите, что произойдет. Если я наш план продаж, а он у нас сейчас состоит из продажи за бюджетируемый период 163 изделий, видите, распределяется по позициям, я от магнитов откажусь, а магниты здесь была у нас сезонная продукция, прибавлю этот объем к календарям, то есть выслабочившиеся мощности от отказа магнитов я прибавлю к календарям. Соответственно, по 5 тысяч мне нужно прибавить, я удалила, станет 7, 9, 11, 8, плюс 5, 13 тысяч и 9 тысяч. То есть я избавилась от магнитов, оставив более рентабельный календарик. Посмотрите, те же самые 163 тысячи, да, то есть мы не стали работать больше. То есть объем работы, объем продаж у нас остался. из продукции с постоянным спросом, это футболки, кружки, кепки у данного предприятия, у нас наибольшая рентабельность у футболок, поэтому на футболки я отправлю весь объем 9500, а от кружек и кепок откажусь. То есть посмотрите, мы производим столько же, те же самые 163 тысячи, которые были в исходных условиях. А теперь идем в бюджет доходов и расходов и посмотрите на получившиеся цифры. Прибыль за период составит 24573 против 13161, которые были. Только за счет более грамотного управления ассортимента. И прибыль у нас выросла в 1,8 раза не потому, что мы стали больше работать, а потому, что мы стали работать умнее, коллеги. Поэтому, если отвечать на вопрос нашего семинара, зачем компании нужен бизнес-аналитик для того, чтобы повысить свою эффективность. Любой сотрудник любого другого направления работает иначе. Но посмотрите, когда мы говорим о маркетинге, как идет оптимизация со стороны маркетинга. Приходит маркетолог, и говорит генеральному директору, если вы дадите нам вот такой-то рекламный бюджет, то, вероятно, возможно, да, вот так-то изменится, потом увеличится выручка, там, потребительская лояльность, удовлетворенность. Как работает производство? Приходит производник, если вы мне опять же дадите энное количество миллионов на новую линию, вот так-то повычится там качество, ну, там, за 10 лет окупим. А как работает бизнес-аналитик? Мы не просим денег. Мы говорим, если мы примем вот такое управленческое решение, то вот так повысится наш результат. В чем все зависит от поставленного вопроса. У нас стоял вопрос, как повысить прибыль в рублях, мы на него ответили, а в жизни может стоять, как там повысить пропускную способность, там, лояльность наших сотрудников, там, и так далее, текучесть кадров, а может быть, лояльность потребителей на каждый вопрос будет свой ответ. То есть, в данном примере, благодаря аналитику, мы можем повысить прибыль компании, посмотрите, наша рентабельность станет не 39%, но в абсолютном выражении прибыль увеличится 1,9, составит 190% от первоначальной, то есть, почти что в два раза. коллеги, на этом наш семинар, к сожалению, подходит к концу, у нас всего одна пара, что хочу от себя добавить. Посмотрите, пожалуйста, если есть вопросы, пожалуйста, в чате пишите, задавайте голосом, с удовольствием отвечу, от себя хочу рассказать, что вот данные вопросы, а какие коэффициенты рассчитывать, как рассчитывать, почему рассчитывать, как интерпретировать, как применять, мы проходим на двух курсах. Основу бизнес-анализа это базовый курс, на котором мы вообще вводим, собственно говоря, понятие бизнес-анализа, сейчас покажу его программу, посмотрите, о чем идет речь, мы методику бизнес-анализа, посмотрите, как классифицируются наши заказчики, как определять задачи, какие вообще виды анализа бывают, какие формулы, это у нас теоретический курс, при этом, посмотрите, достаточно полезный, поскольку мы говорим о роли бизнес-анализа в зависимости от типов решаемых задач, что и как делаем. И второй курс это уже практикум, инструментарий бизнес-аналитика, его программу сейчас тоже покажу, посмотрите, пожалуйста, вот здесь мы уже подробно говорим о каждом коэффициенте, как получить исходные данные, какие формулы, для чего и как используем, ну и отдельно рассматриваем показатели по группам, финансовую аналитику, рыночную аналитику, клиентскую аналитику, кадровую аналитику, операционную, конечно же, курс, вот второй курс, а это именно инструментарий бизнес-аналитика, он носит абсолютно практический характер, решаем задачки, решаем, решаем, решаем. На что хочу обратить внимание, ближайшая группа стартует, все оба курса двухдневные, то есть представляется оба 16 академических часов, ближайший курс это очная группа, то есть будем работать в аудитории, общаться, буду охотно отвечать на вопросы, ближайшая группа у нас стартует 18 ноября, у нас, у вас есть возможность с 18-19 пройти теоретическую часть курса, то есть научиться работать с заказчиками, договариваться, формулировать требования, выделять необходимые данные для анализа и 20-21 еще два дня научиться все это рассчитывать и интерпретировать. Четыре дня и вы сможете интерпретировать любые данные. Далее курс повторяется в январе, обратите внимание, на январских праздниках вы можете не оливье кушать, а провести с пользой, также посмотреть, пройти два курса. Далее есть группа в конце января, есть группа в начале февраля. Для тех, кто в дневное время неудобно работает, да, и вдруг на праздники уезжаете в отпуск, полезное дело, есть вечерняя группа по вечерам, вот последняя неделя февраля, первая неделя марта, в любой из моментов вы можете к нам на четыре дня подключиться. Чтобы узнать эту информацию другую более подробно, вы можете написать нам на электронную почту, либо позвонить по тем телефонам, которые есть сейчас на доске. Здесь есть как общий телефон нашего колл-центра, так и телефоны комплексов. Коллеги, в чате у меня появилась информация, иду в чат. Так, по окончанию, нет, мы получаем только специалиста. Для получения международного сертификата, коллеги, там не менее 80 часов. Мы получаем не сертификат, мы получаем удостоверение о повышении квалификации центра специалистов. Коллеги, также, думаю, вы видели в программе, что был заявлен бонус, посмотрите, пожалуйста, презентация, которая будет на странице группы, добавила перечень клиентских показателей, каждый из которых с что анализируем, как считаем, ну и так далее. Вы сможете это все увидеть. Сейчас покажу презентацию, я ее сейчас выложу на страницу группы, клиентские показатели, это вам бонусом для того, чтобы вы могли начать свою деятельность. Ну, мне осталось только вот ответить на вопросы. Пожалуйста, пишите, присоединяйтесь к нам голосом, чтобы получить международный сертификат, это вы можете только в международном институте. Дело в том, что вот как раз такие международные сертификаты, так как это международная ассоциация, там взнос идет, это долларовый взнос, именно взнос вы оплачиваете, сдаете экзамены. Это также, как получают тот же ДПФ, там СИМа по управленческому учету, также международный сертификат бизнес-аналитика. Мы думаем, в частности, вот на последней планерке наших знаний, на самом деле практикума, знаний хватит, если вы все это проделаете. На самом деле, посмотрите, пожалуйста, коллеги, в настоящее время, вот, ну, из последних данных присутствовало на планерке, руководство сейчас ведет переговоры о прохождении центров специалист аккредитации в международном институте. Как будет более полная информация, конечно же, мы об этом объявим. Да, конечно же, демо-версия, у нас же с вами 40 минут. Будем рады вас видеть, коллеги, на наших курсах, буду рада встретиться с вами, с каждым из вас, и, конечно же, ответить на все ваши вопросы. А я на сегодня с вами прощаюсь. Да, запись вебинара я сейчас останавливаю, но при этом я на связи, можете писать, буду вам тогда отвечать. Всего доброго для тех, кто отключается. вам.